Сегодня означается «День инвалидов». Отповедное решение было принято Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1992 году. Головная задача – еще раз – звернуть увагу громадства на необходимость забеспечения для этих людей постоянной социальной обороны и поддержки. До речи, сгодно с Конституцией Республики Беларусь, люди с обмежеванными мягчимостями мают ровные правы с всеми гражданами краины. Как ГТ-гаранти реализуются в Гомельской области, ведут наши корреспонденты. Протягу 8 годин мероприемствами – реальная допомога тем, кто опынулся у непростой житевой ситуации. У нас постоянно ведутся различные мероприятия с целью реабилитации молодых инвалидов. Также развиваем навыки самообслуживания. Постоянно проводятся занятия гимнастикой, оздоровительные различные. Центр социальных обслугований населения Центрального района – установа «Запотребованная». В минулом месяце тут створили яше одно працованное место специально для инвалида-колясочника Александра Тимофеева. Яго задача – сустракать наведвальников, які приходят в Центр, у першыню, выслухать их просьбы и накеровать до конкретных специалистов. А праша таго Александр, примая звонки от одиноких инвалидов, обдастываться на дом продуктов харшаванья, леков и предметов першей необходности. Кажет, что работа спадабается, темболь, что пэвный опыт отрымал подчас працованной реабилитации областным шпиталей инвалидов. Не глядяши на обмежаванной физичной махчимості, Александра Тимофеев так само активно займаецца спортом и навод планую выйти на международный узровень. У меня легкая атлетика, толкание ядра, метание диска. На данный момент я призер Республики Беларусь, чемпионат Республики Беларусь. Даже, ну, уже трижды призер, первые места трижды уже занимали. Сейчас у нас стоит такая планка, чтобы выехать за рубеж на какие-то международные игры. Во-первых, получить квалификацию. Во-вторых, занять там какое-то место, желательно, с первого по третье, чтобы пробиться на паралимпийские игры. Сегодня у Гомельской области проживает больше 90 тысяч людей с обмежаванными физичными махчимостями. Каляше трех тысяч из них относятся до категории молодые инвалиды. На державную поддержку различать может каждый. Наверное, не глядяши на эпидемическую ситуацию, ответная работа не спиняется. С учетом ограничений посещений, общение с инвалидами осуществляется через социальные сети, мессенджеры, мобильную и телефонную связь. Наши инвалиды имеют возможность подать заявки в территориальные центры социального обслуживания по обеспечению их продуктами питания, лекарственными средствами, товарами первой необходимости. Данную работу проводят как силами работников территориальных центров, так и волонтерами общественных организаций. Хотелось бы сказать, что все мы люди, и если каждый хоть однажды протянет руку инвалиду, то в жизни проблемных у них станет чуть-чуть меньше, а жизнь их будет гораздо лучше.